Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов Альберт Эдельфельд, читающий Парижанка, 1880 год, холст, масло, 81 на 100. Альберт Эдельфельд считается одним из самых плодотворных и талантливых живописцев в Финляндии, он родился в творческой семье, отец был архитектором, другом семьи и кумиром для подрастающего художника являлся Йоган Людвиг Руненберг, поэт, который воспел национальную финскую историю. Эдельфельд позже создал целую серию иллюстраций по мотивам его эпических произведений. В альбоме представлены картины, которые принадлежат еще одной стороне наследия мастера. Он учился год в Антверпене, четыре в Париже и год в Санкт-Петербурге. Наиболее сильное влияние на него оказала парижская школа. Эдельфельд входил в число первых финских творцов, познавших славу за пределами Родины. По французской столице его работы были высоко оценены и, вернувшись в Финляндию, он стал одним из самых авторитетных художников реалистического направления. Данный холст характерен для мастера и, безусловно, говорит о влиянии такого столпа французского искусства, как Агюст Ренуар. Об этом свидетельствует и манера накладывать краски и типаж героини. Композиционно картина поделена по диагонали на три части. Именно диагональ придает ей особую непосредственность атмосферы отдыха и чтения. В нижнем правом углу темным написан подлокотник кресла или дивана. Автор изображает молодую парижанку из высшего общества в модном наряде. Она наслаждается книгой и это явно не какие-то занятия для учения. Героиня смотрит прямо на зрителя. В его глазах огонек удовольства, молодости. Эдельфельд виртуозно прописывает мельчайшие детали сложного наряда и прически девушки. Фактурность драпировки на заднем плане рифруется с богатой структурой ткани платья. Постельные тона одежды и фона с изысканным орнаментом оттенены живой деталью. Сочные ветви растения справа. Объемность, насыщенность поверхности является изюминкой этой работы, которую можно долго рассматривать. Вот такое описание к работе Альберта Эдельфельда, читающая «Парижанка». Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Красивую работу.